Всем привет, мои дорогие любимые зрители! Сегодня я вам покажу свои парфюмерные покупки, новинки, в общем, новые ароматы, которые появились в моей парфюмерной коллекции. И поехали! Первая моя парфюмерная новинка сзади Convalter This Is Love For Her. Ванильный и пудровый аромат. Это, знаете, как будто бы такой This Is Her в остатке, в шлейфе ДНК бренда узнается. Вот эти каштаны, что-то такое рыхлое, что-то такое сладкое, животное присутствует. Пудровый ванильный бальзамический свежий аккорд здесь присутствует. Я бы не сказала, что это прям какой-то очень свежий аромат, потому что это действительно какой-то This Is Her в остатке, в шлейфе. Более легкая, более слабая версия This Is Her. This Is Love For Her. Следующая моя новинка синоним Alman 01. В нотах здесь шампанское, черная бузина, черная орхидея. Также присутствуют взбитые сливки, махагони и черное дерево. Очень классный аромат, модная черно-белая гамма. Все очень минималистично, все очень красиво, очень классный, задорный, яркий летний аромат. Буду с удовольствием этот аромат носить летом, потому что он поднимает настроение. Это действительно какие-то черносмородиновые ягоды и брызги шампанского, пузырьки шампанского. Что-то и сладкое есть, и кисленькое, и ягодное. В общем, очень задорный, радостный аромат на лето. Моя парфюмерная новинка синоним Alman 01. Прежде чем мы продолжим, поставьте лайк на это видео. Вам не сложно, мне приятно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Следующая моя парфюмерная новинка – это Каджал или Каял Алмаз. Смотрите, какая крышечка. Все дорого-богато. Очень много нот, тростниковый сахар, малина, черная смородина, мадагаскарская ваниль. В общем, все это вместе напоминает Кассиопе и Тициан Теренса, только очень-очень легкое все и очень ягодное, потому что здесь такие кисленькие экзотические фрукты. Если бы Барбариску делали из экзотических фруктов, получился бы Каджал Алмаз. Многие отмечают в отзывах, что это достаточно химический аромат. Действительно, этот аромат не из той серии, когда хочется прям, знаете, в кожу утыкаться и вдыхать этот аромат. Этот аромат красив в шлейфе. Именно в шлейфе он такой воздушный, легкий, ягодный, задорный. И вот присутствует такая какая-то леденцовая, барбариска, вот такая кислинка. Отзывы неоднозначные. Кто-то отзывается, что это какой-то вообще бюджетный вариант аромата по звучанию, хотя по цене достаточно небюджетный аромат. Но я бы сказала, что в бюджетных вариантах я не встречала такого красивого сочетания. Хоть ноты и химические, да, соглашусь, но действительно сам аромат такой объемный, многогранный. И я не знаю, вот напишите в комментариях, если вы знаете что-то похожее из сегмента бюджет, потому что я не знаю, ничего на ум не приходит. Следующая новинка и новинка бренда Жилет Хазаган Last for Sun. Здесь ноток бергамот, кокос, фрезия, иланг-иланг, горденья, цветок апельсина. Отзывы также неоднозначные. Кто-то тоже пишет, что это химический аромат. А мне он очень нравится. Он раскрывается очень красивыми цветочными нотами, такими объемненькими, такими сочными цветочными нотами. И все это в окружении сладостей иланг-иланга. И это достаточно тропический аромат, но и достаточно такой тихий, негромкий. Как будто бы здесь вот этот сладостей иланг-иланга, его пудровость приводит все ноты в какой-то баланс, знаете, какой-то стройный ряд. Как будто бы это какой-то классический аромат. Кому-то напоминает аромат уходовых средств. Да, соглашусь, что-то такое дорогое уходовое, но в то же время я бы не сказала, что это прям какой-то химический аромат, который отталкивает. Нет, мне на самом деле он очень нравится. И чем больше я с ним знакомлюсь, тем больше он мне нравится. Следующая новинка The House of Wood Grape Peerls. Очень красивые ноты, черника, цветочные ноты. В сердце розы, виноград, кофе, виноградный лист. В базе ваниль, белый мускус и амбра. Но, к сожалению, к моему большому сожалению, в этом аромате я чувствую только какое-то масло, какую-то муслинистость. Да, там есть что-то такое в отдалении вкусненькое, виноградное, возможно. Но на старте и в базе вот это виноградное, не знаю, какое-то розовое масло меня немножко напрягает. Это такая моя покупка вслепую, и она меня немножко разочаровала, потому что все-таки не люблю маслянистость в ароматах. И этот аромат имеет такую маслянистость. Следующая моя парфюмерная покупка – это The Different Company After Midnight. Здесь такие миниатюрки у меня, такой интересный у него неоновый синий цвет у этой жидкости. И очень классно он звучит. Это такой, знаете, летний вечер после дождя. Здесь есть нейроли, жасмин, мастиковое дерево, цитрусовые ноты, древесные ноты, даже есть лабданум, да, это ладан. Но сам аромат достаточно легкий, достаточно действительно летний. Как будто бы вот название After Midnight, да, после полуночи, и действительно это такая летняя ночь. Летняя, звездная, влажная, такая прохладная даже немножечко ночь. Думаю, что буду этим ароматом пользоваться этим летом, и все эти миниатюрки я думаю, что я использую, потому что аромат не навязчивый, такой, знаете, легкий. В общем, идеальный аромат на лето. Еще одна моя парфюмерная покупка с Anti Liquid Imaginaris, и вскрываю при вас, ждала, ждала съемок этого видео. Это мой первый офлаконенный флакон Liquid Imaginaris. И вот он, флакончик. Не буду, наверное, сейчас его распылять, потому что это аромат вообще не на каждый день, не под каждое настроение. Это аромат ладана, соответственно, идеальный аромат ладана для меня. Навевает на какие-то мысли о вечном. Хочется сразу же медитировать, думать о чем-то высоком, о чем-то великом. В общем, очень классный аромат на тему ладана. Хотя здесь невероятное количество нот, здесь и грейпфрут есть, розмарин, кардамон, кориандр, лаванда, пихтовый бальзам, мускатный орех и, конечно же, мира, алибанум и лабданум. Все вот эти вот разные смолы древесные, все это, в общем, великолепие, просто идеальное звучание ладанного аромата. Напоминает какую-то, знаете, даже немножко деревянную баню, как будто бы вот что-то такое очень-очень природное и очень небанальное. Конечно же, каждый день не будешь им пользоваться. И вообще, мне кажется, что как-то окружающие люди будут к этому аромату не очень-то приветливы. Возможно, даже он вызовет антикомплименты, потому что действительно такой аромат, запах церкви. И еще одна моя парфюмерная покупка, это какая-то была, знаете, импульсивная покупка, Tom Ford Umber Leather. Кожаный животный аромат, соответственно, значит, очень много древесных нот, аромат на тему кожи. И я чувствую здесь очень-очень много уда, как будто бы. Хотя в нотах здесь нет уда, здесь в нотах кардамон, кожа, жасмин, амбре, мох и пачули. Для меня это действительно аромат какой-то кожаной куртки, такой, знаете, из 70-х годов. Как будто бы это не новая кожаная куртка, а такая бывалая. Какая-то, знаете, куртка какого-то мотоциклиста, который проехал очень много километров в ней. Такая, знаете, бывалая дубовая кожа. В общем, также считаю своей импульсивной покупкой. Не знаю, буду ли я его носить, буду ли я им пользоваться, возможно, я его продам. Пишите мне свои парфюмерные покупки и новинки, чем вы пользуетесь этой весной, чем вы будете пользоваться летом. Совсем скоро я сниму видео про летние ароматы, потому что уже скоро наступит жара, и в ход пойдут такие легкие, невесомые летние ароматы. Буду благодарна вам за лайки, подписывайтесь на канал, и, конечно же, увидимся в следующих видео. Всех целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok